Чем шире рот, тем громче звук. Так, говоришь, тебя зовут? Алиса! Это первая встреча Красной Королевы с Алисой. На Новый год девочка загадала поскорее стать взрослой. Только вот письмо попало не к Деду Морозу, а к Белому Кролику. Он-то и привел героиню в свой мир, где никто не празднует главный праздник зимы. Теперь Алиса должна вернуть радость жителям волшебного царства. Красная Королева держит в страну чудес в страхе, и только Алиса готова дать ей отпор. Она вызывает злую правительницу на шахматную дуэль. На кону возможность праздновать Новый год. И, конечно, добро в этой истории побеждает. Алиса, ты прошла все испытания, и теперь ты Белая Королева. Героями волшебной истории стали актеры театра юного зрителя. Премьеру новогодних приключений Алисы первыми увидели гости «Елки-главы». Со сцены их поздравил мэр Нижнекамска Рамиль Мулин. Я хочу вам пожелать только хорошего будущего, чтобы вы ни в коей мере не уменьшали свои старания, не уменьшали свои желания и всегда достигали успехов и тех высот, о которых вы мечтаете. Нашли свою профессию, нашли свое предназначение в этой жизни и двигались вперед. «Елку-главы» посетили дети мобилизованных нижнекамцев, ребята с ограниченными возможностями здоровья, призеры Олимпиад, победители конкурсов и различных соревнований. Каждый ребенок ушел с хорошим настроением и вынес свой урок из спектакля. «Очень круто, мне понравилось. Не нужно командовать никогда, нужно быть с собой и всегда верить в свои мечты». «Я смотрела, как они выступали. Мне очень понравилось. Дедушку Мороза я видел и еще Снегурочку. Я пожелаю ее счастья, здоровья, любви». «Приключение Алисы было очень интересное. Мне понравились все персонажи. Больше всего мне, наверное, понравилась концовка, когда такая дружная песня была. Всем желаю здоровья и счастья. Всех с наступающим, чтобы все ваши желания и мечты сбывались». Анжелика Степанова, Булат Абульманов, Новости НДР.